МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Султаниеси Такаева. Сегодня в программе. Одна из центральных улиц Симферополя перекрыта. С чем связаны ограничения движения? Виноградные долины Крыма. Каким урожаем они порадовали в этом году? Искки-Кермен стал центром самых ценных археологических находок Крыма. Ремонт центральной улицы просят жители 7-го микрорайона в Бахчисарай. За 30 лет дорогу всего лишь несколько раз засыпали щебнем. За решением общей проблемы граждане обратились к депутату Госдумы Руслану Бальбеку. К какому итогу пришли, знает Фатимей Сидометова. Жители 7-го микрорайона Бахчисарая рассказывают о главной проблеме. Центральная улица всегда была грунтовой. Люди хотят, чтобы ее заасфальтировали, потому что после ливней дорога превращается в реку. Машины объезжают препятствия со скоростью 10 км в час. Эта проблема создает неудобства всем местным жителям. Улица Сабриери-Джеповой выходит на Бахчисарайскую автостанцию. Все машины проезжают по ней, а местным жителям остается дышать пылью, рассказывает Аким Джапаров. Конечно, дорогу нужно делать так, чтобы ее не смывало дождями. От одного грейдера толку мало. Помощи в этом вопросе люди попросили у Руслана Бальбека. Депутат Госдумы предложил пока временное решение. Город, администрация выделит технику, мы топливо, местные предприниматели обеспечивают транспортом. Я договорился с щебнем. Сейчас техническое решение совместно с жителями отработаем. И уже готовы буквально в коротчайшие сроки отгрейдеровать и отсыпать в несколько слоев эту дорогу. Выровнять дорогу грейдерам пообещали в ближайшее время. Курировать работу будет заместитель главы администрации Бахчисарая. Спасибо Руслану Бальбеку, он обеспечил нас щебнем. Мы, в свою очередь, как администрация, постараемся привести эту дорогу в надлежащий вид. Далее городская администрация Госкомнацпро работает проектно-сметную документацию. После дорогу заасфальтируют в рамках региональной или федерально-целевой программы. Фатимисий Дометов и Виталий Голубев, телеканал Милет. Еще одну встречу с жителями Бахчисарая провели депутат Госсовета Республики Крым Ольга Виноградова и депутат Бахчисарайского горсовета Шевкет Бекиров. Обсудили вопросы строительства новых дорог в пятом микрорайоне. Они появятся в следующем году, пока продолжается ремонт магистрали шестого микрорайона. Также действует программа по обустройству остановок, пешеходных переходов и тротуаров. Это все этапы, постепенные шаги, по которым мы идем к той цели, которая у всех у нас стоит. Мы идем к городу, который будет являться максимально комфортным для его жителей, где не будет неровных дорог, где все будет освещено ночью. Город, который является туристической меккой нашей Родины, которую все очень любят. Мининформ и Крымтехнологии в очередной раз предотвратили мощнейшую ДДОС-атаку. Хакеры пытались блокировать работу интернет-приемной главы Крыма, портала, электронной почты правительства Республики и других сервисов. Почему соседним государствам не дает покоя успех Крыма? И почему руководители Украины не обращают внимания на необоснованные растраты и госбюджета своей страны? Далее в нашем сюжете. Интернет-приемную главы Республики Крым, порталы, электронную почту правительства пытались заблокировать хакерской атакой с иностранных IP-адресов. Киберпреступники пытались взломать архивные системы крымского правительства. Эти ДДОС-атаки, они происходят, чтобы вы понимали, ежедневно. То есть со стороны всего мира проходят взломы, хакерские атаки с подменой IP-адресов. Но такая масштабная была впервые. То есть одновременно фактически 16,5 миллиардов, только на секундочку задуматься, миллиардов аномальных запросов с полутора миллионов IP-адресов шли. Именно со всего мира, то есть с многих стран. То есть это и Украина, и США, Великобритания, Франция, Германия. Временно был заблокирован доступ к порталам госорганов власти. Некоторые странички загружались после долгого ожидания. Атаку удалось отбить специалистам Мининформа и Крымтехнологий. Эксперты говорят, скорее всего, атака была инициирована украинскими хакерами. Направлена была на дестабилизацию работы правительства полуострова, который успешно реализовывает все проекты, направленные на развитие Крыма. Нападки не прекращаются на протяжении пяти лет. Власти незалежные используют все ресурсы подконтрольных СМИ. Лента украинских новостей формирует откровенно фейковые выдуманные истории о Крыме. В частности, в эфире телеканала АТР рассказывают про якобы оккупированный Крым и фантазии на тему угнетения коренного народа на полуострове. При этом делается это все за деньги украинских налогоплательщиков. В центре очередного скандала – расходы телеканала АТР. В СМИ просочился отчет счетной палаты Украины о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных на расселение и обустройство депортированных крымских татар и лиц других национальностей. Материал опубликовал в своем видеоблоге известный медиаэксперт Анатолий Шарий. Вот, пожалуйста, факты. И это факты не где-то там кто-то наковырял. Это официальный отчет счетной палаты. У нас воровали под носом наши деньги. Они тратят ваши деньги бюджетные. И когда им говорят, эй, ребята, а ну-ка расскажите, они говорят, мы ничего показывать не будем, никаких документов, потому что это коммерческая тайна. Вы вообще понимаете, до чего дошло вообще? Где правоохранительные органы? В отчете счетной палаты указано, что с 2016 по 2018 год по данной бюджетной программе было выделено почти 150 миллионов гривен. 123 миллиона гривен были использованы на поддержание работы телеканала АТР в Киеве. Хотелось бы, наверное, им порекомендовать как человеку с экономическим образованием, как человеку, который живет в прекрасном регионе, на своей родине, в Крыму, видит то, что происходит сегодня на моей родине, посоветует им заняться созидательным трудом, работать на развитие своего государства, на создание благоприятной среды жизнедеятельности для своих граждан и, наверное, больше заниматься контролем по соблюдению законодательства своего государства. Аудитом было выявлено. Тратили бюджет медиаменеджеры АТР незаконно. Эти деньги выделялись на строительство школы в Херсонской области и на реконструкцию системы централизованного водообеспечения в Геническом районе. Из документа счетной палаты следует. Главным лоббистом был тогда еще нардеп Арифат Чубаров, который также организовал сбор средств для телеканала с простых людей. Крымско-татарская диаспора в Киеве продолжает защищать права якобы ущемленных крымских татар, проживающих на родине в то время, когда здесь строятся масштабные объекты. Крымско-татарские спортсмены завоевывают призовые места на международном уровне и в Европе. Тысячи паломников по упрощенной процедуре отправляются в хадж. Более 100 миллионов рублей из федерального бюджета было выделено на ремонт дороги улицы Александра Невского в Симферополе. Уже демонтировано более 800 метров бордюрного камня и механически обработано около 7 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. О том, как проходят ремонтные работы в репортаже Мухаммеда Зикиряева. Более 10 единиц техники, трактора, камазы и экскаваторы. В центре Симферополя на улице Александра Невского идет ремонт дороги. За 4 дня рабочие сняли слой асфальта в 1 километр. Вся эта техника работает без выходных круглые сутки. Тагай Гулов уже больше 15 лет управляет экскаватором. Мужчина 4 года назад переехал в Крым из Таджикистана. За это время в республике отремонтировал сотни километров дорог. На хитачи работаю, 160 и копаем землю. Пока бордюр снимаем. Ну, здесь капитальный ремонт будет. Техника под названием «фрезер» перемалывает 20-сантиметровый асфальт. Машина способна наполнить грузовик за 5 минут. 34-летний Рахмон Агбаршо работает на фрезерной машине 16 лет. Это называется «фрезер». Асфальт фрезерный. Это старый асфальт. Снимаем и новый асфальт будем вложить. На улице Александра Невского уже убрали практически все бордюры и пешеходные дорожки. Но люди продолжают ходить. На улице Александра Невского будут полностью менять не только дорожное покрытие, бордюры, ограждения, коммуникации. Но и сеть троллейбусного депо вместе с опорами. Техники справляются. У нас сложность в том плане, что очень много трубопроводов кобелей связи проходит. Вот затрудняет в основном нам это, понимаете, надо шурфовать вручную везде, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. В настоящее время автомобилистам приходится осваивать новые маршруты. На проспекте Кирова уже установлен светофор. Теперь объехать можно через улицы Менделеева, Самокиша, Карла Маркса, Жуковского и Долгороковскую. Дорогу на улице Александра Невского планируют закончить в конце декабря. На капитальный ремонт улицы в рамках контракта предусмотрено более 100 миллионов рублей. Мухаммед Зикреев, Рафаэль Вахидов, телеканал Милет. В Крыму откроют первый завод по изготовлению масла. Об этом на совещании сообщил министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин. Предприятие по переработке подсолнечника находится в селе Климова Красногвардейского района. Пока здесь производят только нерафинированное масло. В ближайшие месяцы будет установлен и запущен современный цех по рафинации и разливу масла. Сейчас после уборки подсолнечника семечка должна отлежаться в течение двух-трех недель. И она будет готова для того, чтобы перерабатываться. И мы будем получать готовую продукцию. Это масло пока нерафинированное, жмых и лузга. Завод перерабатывает до 100 тонн подсолнечника в сутки и производит до 40 тонн жмыха и подсолнечного масла. На строительство и оборудование предприятия ушло больше 450 миллионов рублей. Здесь уже трудится 30 сотрудников. В дальнейшем это число увеличится до 100 человек. Мы видим в этом заводе экспорт. Сегодня, как говорил руководитель, это Индия, это Сирия. Сегодня в Дамаске на следующей неделе, 28 числа, будет большая группа крымская, где будут представлять нашу продукцию. В том числе и будет разговор проходить о масличной теме. Я думаю, что рынок сбыта будет расширяться. И масло, которое сегодня вы видели, здесь образцы, они будут востребованы. Многодетная семья Мамутовых из села Сенная Белогорского района нуждается в помощи. В ночь на 17 июня у них сгорел дом. Сейчас они живут у родственников. Подробности у Дианы Бекмамбетовой. Отсюда начал гореть. Не знаю, что здесь такое могло быть. Ничего нет. Лиля Мамутова показывает участок возле ворот своего дома в селе Синое Белогорского района. Именно здесь начался пожар. Когда мы пошли спать, мы только легли, и соседи уже начали кричать, у вас дом горит. Мы вышли и сразу сюда прибежали. И нас потом увели вниз туда. Ту ночь старшие дети Мамутовых ночевали одни. Находясь в детской комнате, они почувствовали запах дыма со двора. Соседи сразу вызвали пожарных. 40 минут едет груженая машина. 40 минут. Пока пожарная приехала, здесь стало все гореть, гореть. Начала тушить пожарный этот навес. Вода закончилась. Поехала она заправляться. Вторая. Вот они, пока одна тушила, вторая. У них вода кончалась, они заправлялись. Из-за этого газового баллона хозяева побоялись зайти внутрь. Спасти ничего не успели. От бытовой техники осталась только куча металла. За один час многодетная семья осталась без дома. Он не подлежит восстановлению. Причины пожара выясняются. Потерял. У меня слов просто нет. Это не передать словами. Это словами не передать. Как это больно пережить. Семья Мамутовых переехала в Крым из Узбекистана 15 лет назад. Они купили недостроенный дом. Каждый год улучшали условия для жизни. В этих стенах выросли четверо их детей. Что тут у тебя было? Мои игрушки тут сгорели. Слоник наверху был. Он сгорел. А что-нибудь осталось? Вообще ничего? Нет. Вообще все сгорело. В местной администрации Лилию Мамутову поставили в очередь на получение временного жилья. Пока живут у родственников в Симферополе. На строительство нового дома нужно свыше полумиллиона рублей. Помочь семье Мамутовых можно, перечислив деньги на номер банковской карты. Его вы видите на своих экранах. Мусульманская религиозная община села Софиевка в Симферопольском районе нуждается в финансовой помощи для строительства спортивного зала при мечети. Стоимость проекта оценивается в 5 миллионов рублей. На сегодняшний день собранных денег хватило лишь на фундамент и опоры. Тему продолжит Руслан Минаев. Председатель религиозной общины села Софиевка Сервер Асанов вписывает в свой журнал очередного благотворителя. В списке уже несколько десятков имен. Сюда внесены все, кто пожертвовал деньги на строительство спортзала при мечети, сооружение которого началось в апреле этого года. На месте будущего спортзала уже заложили фундамент, установили сваи, а из этого каркаса будет сделана крыша. Металлический каркас уже спаяли, однако на его установку денег уже не хватает, говорит председатель местной религиозной общины Сервер Асанов. Для него эта стройка – еще один шаг на пути к созданию полноценного комплекса при мечети. Сумма, которую нужно собрать – 5 миллионов рублей. В 17-18 лет я занимаюсь строительством мечети. Мечети закончили, Аллаху шикар. Вокруг мечети тоже, что надо, все закончили. На одном гектаре расположилась мечеть и комната для омовения Абде-Стхане. Их построили при поддержке Духовного управления мусульман Крыма и меценатов. Жители Софиевки проводят здесь пятничные молитвы и религиозные праздники. В прошлом году здесь возвели 30-метровый минарет. Спортивный зал, уверяет председатель религиозной общины, объединит молодежь не только села Софиевка, но и ближайших населенных пунктов. Для мусульманской молодежи, для будущих, для наших детей, заниматься таким местом нужно. Будущий спортзал планируют использовать в качестве площадки для проведения обрядов разговения в месяц Рамадан. Местная религиозная община просит неравнодушных помочь в строительстве спортзала. Для этого они открыли счет в банке, реквизиты которого вы можете видеть на своих экранах. В селе Вилино Бахчисарайского района начали первый сбор винограда технических сортов для виноделия, который высадили еще в 2016 году. А в селе Кочергину в самом разгаре уборка столового винограда. Эльмаз Аблакимова вжилась в роль виноградаря и вместе с работниками собралась спелую лозу. О том, как идет работа и как реализуется крымский виноград на рынке столицы, далее в сюжете. За урожай, чтобы каждый год они наливают. И так до конца стометровки. Острым секатором, главным инструментом виноградаря, министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин срезает первую гроздь черного винограда. За урожай в Крыму. Сбор винограда в селе Вилино открыт. Крымские вина славятся своим насыщенным вкусом. Все потому, что сырье для них растет в лучах солнца и на крымской земле. Этот сорт называется пино черный. Из него делают шампанское и сухие красные вина. Саженцы из Сербии и Италии высадили здесь 4 года назад. Всего 800 гектаров. Пусть он небольшой, но сегодня качество и сахар этих сортов винограда, и вот мы видим созревшая лоза, дает нам знать о том, что перспектива будущего года вот в этом винограде очень огромная. За три дня Вилино планируют убрать все до последней грозди. А в селе Табачное Бахчисарайского района сбор урожая ближайшие три года не предвидится. Виноград высадили только в конце весны. Этот маленький зеленый куст посадили еще в мае 2019 года. Это сорт винограда называется мерло. Технический сорт винограда. Из них делаются вина. Всего здесь посадили 85 гектаров такого сорта. Восемь видов австрийских саженцев поливают только вручную. И поля будут обрабатываться нашими силами, перерабатываться виноград тоже нашими силами. И может быть в скорейшем будущем вы попробуете вино нашего производства. Наталья Демчук собирает виноград уже два года. Ежедневно ее бригада из 25 человек срезает до 4 тонн спелых столовых ягод. Этот сорт называется Аркадия. Он самый сладенький. Столовый сорт. Сейчас техническая зрелость самая последняя, потому что уже он напитался соком отличным. Очень вкусненький. Вот мы собираем его прям сразу на свежий вид, чтобы сразу его продавать. Прямо с бахчисарайских полей виноград попадает на крымские рынки. Средняя цена столовой Аркадии 100 рублей за килограмм. Крымский виноград экспортируется в Санкт-Петербург, Москву и Екатеринбург. Всего в 2019 году крымские аграрии планируют собрать 80 тысяч тонн винограда по 55 центнеров с гектара. Эльмас Аблакимова, Асан Зевадинов, телеканал Миллет. На перегонки с полицией пьяный лихач устроил скоростные гонки с полицейскими на выезде из Евпатории. Госавтоинспекторы начали преследовать нарушителя за превышение скорости еще в самом городе. Для его остановки правоохранители были вынуждены применить стабильное оружие. Машину заблокировали, но в момент задержания пьяный шофер протаранил патрульный автомобиль и скрылся. При этом полицейские в результате ДТП получили телесные повреждения, догнали его недалеко от города Саки. Водителем оказался 38-летний житель республики Коми. Вместе с ним в машине находился его 16-летний сын. В ходе общения с водителем выяснилось, что ранее он был лишен права управления транспортным средством. В отношении нарушителя был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Сакским районным судом было вынесено постановление о привлечении гражданина к административной ответственности в виде ареста сроком на 13 суток. По истечении срока ареста нарушитель будет привлечен также из-за иные нарушения правил дорожного движения, за совершение дорожно-транспортного происшествия и оставление места происшествия. Уникальные сооружения, склепы, сотни монет и десятки золотых украшений разного периода. Такие итоги подвели сегодня руководители археологических экспедиций на пресс-конференции в Симферополе. По словам специалистов, экспедиция в пещерном городе Искикермен принесла самые ценные находки. Археологи обнаружили там уникальный христианский храм. Теперь ученые пересмотрели свое представление о планировке средневекового поселения. Также нашли фрагменты полихромных фресок. Вот, наверное, не побоюсь этого слова, самые интересные, одни из самых интересных в этом году были получены при работе нашей совместной с научно-исследовательским центром истории археологии Крыма, Крымского федерального университета, экспедиции на городе Искикермен. Эти раскопки финансировались Бахчисарайским субикокультурным заповедником. Искикермен расположен в Бахчисарайском районе на горном плато с обрывами до 30 метров. Он был построен, предположительно, в конце 7 века нашей эры. Там проживали до 3000 человек. Теперь специалистам предстоит провести ряд работ, связанных с изучением найденного материала. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Милет. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!